Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English У нас с вами скоро день всех влюбленных и 23 февраля Но вместо подарков и слов любви мы с вами сегодня будем учиться расставаться достойно Вне зависимости от того, на каком языке вы говорите Кстати, фраза «уйти по-английски» в значении «не прощаясь» очень далека от истины Англичане прощаются по полчаса, желают друг другу счастливого пути и так далее На это надо специально время закладывать, да, на то, чтобы попрощаться Сами англичане называют уход без прощаний Ирландское прощание или французский выход Но сегодня мы будем не просто прощаться, а расставаться Поехали! Делать мы это будем цивилизованно, как взрослые люди Без криков, оров и оскорблений Например Я думаю, что будет лучше, если каждый пойдет своей дорогой Или если дословно, а мы пойдем раздельными путями Устойчивая фраза, запоминайте Ее можно использовать и буквально, да, когда вы разошлись и пошли в разные стороны Например После ужина мы разошлись в разные стороны Мы разошлись по своим делам Переводите, как вам больше подходит из контекста Я не вижу будущего у этих отношений Теперь давайте фразу по отдельности разберем Это срабатывать, разрешаться, получаться в данном контексте То есть на протяжении какого-то времени, через какое-то время То есть можно разные варианты перевода использовать Но смысл такой, что ты не видишь, что из этих отношений получится что-то хорошее Если они затянутся надолго Короче, они долго не протянут Смысл такой Мне нужно сфокусироваться Сразу запоминаем предлог На себе и своих целях Я больше не отвечаю тебе взаимностью Это очень прямолинейное высказывание Но это, по крайней мере, честно Ты говоришь человеку, что я тебе больше не отвечаю взаимностью Я думаю, нам нужно взять перерыв Сразу вспоминаем друзей, где Росс и Рэйчел И сделать переоценку наших отношений Слово re-evaluate Оценить заново, проверить ценность И to take a break Тоже устойчивое выражение Взять паузу Я чувствую, что мы друг другу не подходим Я перевернула грамматику Потому что дословный перевод будет коряво звучать на русском Я не чувствую, что мы подходим друг другу Как-то наизнанку звучит Мы, наоборот, говорим Я чувствую, что мы не подходим To be compatible Быть совместимым, подходить Очень клевое слово Запоминайте его и используйте Не только про отношения Например Эта зарядка не подходит айфону Они несовместимы Я не вижу нашего совместного будущего Я буду с тобой честна Эти отношения для меня не работают Я думаю, что мы отдалились друг от друга To grow apart Тоже устойчивое выражение Отдаляться Я думаю, что для нас будет лучше Закончить эти отношения Я больше не чувствую Такой же связи между нами Которая была раньше Хочу обратить ваше внимание Что все эти Немножко так сейчас будет Психологическое отступление Ремарка Все эти фразы построены на я-сообщении Я больше не чувствую связи Я не чувствую к тебе тоже, что раньше Мне кажется, что у этих отношений нет будущего То есть ты говоришь про себя Ты не говоришь Ах ты такой-сякой Выметайся со своими манатками Нет, так, конечно, тоже можно Если сильно хочется Но мне кажется, будет лучше Если вот все, что мы с вами сегодня обсуждаем Вы используете вместо этого Думаю, что нам надо расстаться Но надеюсь, что мы сможем остаться друзьями We can still be friends Остаться мы используем Как мы все еще сможем Я думаю, эта тема была бы раскрыта Не полностью Если бы мы не прошлись по тому Как расставаться не надо Токсичные мои Давайте пройдемся по фразам Которые будут ранить И после этого, скорее всего Вы не сможете остаться друзьями Я собрала для вас все клише Заезженные фразы Которые больше подходят для мемов И мыльных опер В жизни их лучше не использовать Можно, конечно, но будет звучать жестко И не очень приятно Например, одно из самых популярных клише Дело не в тебе Дело во мне Мне просто нужно побыть одному Или одной Это, как правило, значит, что человек Не хочет быть в отношениях Но не осмеливается произнести Давай расстанемся Я тебя больше не люблю У нас была фраза про то, что ты больше Не чувствуешь то, что было вначале Но она была более дипломатичной Чем эта Как-то помягче звучит Чем Следующее еще жестче Я вообще тебя никогда не любил Ну, то есть давайте будем все-таки людьми Даже при расставании Я уже встречаюсь с кем-то другим Сейчас я знаю, многие зададутся вопросом А что такого с этой фразой? Почему нельзя сказать, что я встречаюсь с кем-то другим? А нельзя, потому что Если уж мы говорим, опять же, про человеческие отношения Все-таки вы должны сначала завершить свои текущие отношения Разобраться с ними И потом уже с кем-то другим встречаться Так честнее, благороднее, что ли Более экологично И вот это вот все Ну это просто жесть Я встретила кого-то, получишь тебя Я тебя больше не выношу Даже если это то, что вы чувствуете Вы понимаете, да, что это не будет воспринято хорошо Я надеюсь, вы видите разницу в тоне, да Который был у нас до этого Где мы экологично расставались И говорили, что я больше не чувствую Я не вижу будущего И здесь мы говорим, что Ты меня больше не привлекаешь С тобой скучно И вообще есть кто-то получше Я сейчас не хочу быть в отношениях Да, это честно Но все-таки Надо было об этом предупредить До того, как вступили с человеком в отношения Ну что ж, на этой ноте Токсичной ноте Мы с вами завершаем Тему расставания на сегодня Раз уж я сегодня подняла такую тему Предлагаю нам всем обменяться историями Я уверена, что в жизни каждой из нас И каждого из нас был момент Когда кто-то с вами расставался А может, вы с кем-то расставались Не так экологично, как хотелось бы Пишите самые такие Жаскачевые фразы О расставании, которые вы знаете Которые вы слышали А можете даже сделать так Напишите, как это звучало по-русски И попробуйте дать свой перевод по-английски Чтобы и эмоции слить И английский выучить Берегите себя И учитесь экологично И грамотно выражать свои мысли На всех языках, которых вы говорите До встречи в Puzzle English Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok